Иисус Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его, говорил, «Мне надо накреститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус Ишуа сказал Ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую праведность». Тогда Иоанн допускает Его. «И крестившись, Иисус сточас вышел из воды, и сей, отверзясь Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божий, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. И сей глаз с небес глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Давайте поговорим еще раз о том, что такое крещение. Итак, несколько терминов. В иудаизме существовал и у евреев термин, который назывался «погружение в микву». Каждый, кто происходил ритуальное очищение, должен был пройти через проточную воду, чтобы сделать видимым свое перед тем очищение. Еще раз, крещение не является собою духовный процесс преобразования из недуховного состояния, но в духовное, но является видимым свидетельством веры по требованию Господа Бога в подтверждении факта духовного очищения или в данном случае покаяния. Поэтому для этого в иудаизме использовалось понятие миквы. И хотя лексический смысл слов «баптидзо» – «погружать» и «твиля» – «погружение», происходящее в микве, на иврите и на греческом языке приблизительно одно и то же, тем не менее мы должны отличать смысл, почему это происходит. Как в иудаизме, так и в раннем христианстве понятие «погружение» предполагало идентификацию с тем, во имя которого ты крестишься. Например, Павел пишет Коринфянам, что все мы крестились в Моисея. Это был известный концепт того, что люди крестятся в чье-либо имя. Итак, когда Павел пишет о том, что все крестились в Моисея, имеется в виду, что все идентифицировали себя с верой или с учением Моисея. Когда Павел пишет, что все мы крестились в облако, имея в виду присутствие Божие, все мы шли, все мы были последователями буквально славы Божией, которая вела нас. Когда мы все крестились в море, имеется в виду, что мы все шли за этим облаком, которое вело нас через все эти опасности. Мы следовали смело, одной веры было недостаточно. Если была бы просто декларируемая вера без исхода из Египта, люди бы погибли. Если была бы просто декларируемая вера без желания следовать по вере за Господом через море, люди бы погибли. Если просто на сегодняшний день декларируется вера без того, чтобы следовать какому-то конкретному учению, то тогда нет никакого смысла проходить тот процесс, который здесь называется крещением. Говорят, что существует достаточно много причин, почему Иисус крестился. Среди них выделяют отождествление с учениями Иоанна, отождествление с верующим остатками Израиля, официальное произношение Ишуа или Иисуса как Мессии или получение специального помазания. Но я хочу обратить ваше внимание все-таки на самые главные вещи и еще раз повторить. В нашем курсе мы не занимаемся вопросами систематического богословия. Это последнее, что мне хотелось бы сделать. Мне представляется делом огромной важности просто описать жизнь нашего Господа, Его смерть и воскресение для того, чтобы указать каждому верующему на истинность того всего, то, что творил Иисус, и показать, насколько применимы мысли, чувства, дела Иисуса к нашей жизни сегодня. А каким образом? Пусть каждый решает для себя сам. Я не собираюсь вводить никаких серьезных доктрин по этому поводу. Это дело богословов. Моя задача здесь несравненно скромнее. Представить жизнь Иисуса в том виде, в каком она показана на страницах Евангелия. Итак, Иисус приходит креститься, и мы видим поразительную сцену. Они как бы спорят друг с другом, Иоанн и Иисус. Иоанн говорит, это я тебя должен крестить, это наоборот, ты меня должен крестить. Они спорят, как два еврея, по этому поводу, но ни один из них не поднимает вопрос о том вообще, надо ли Иисусу креститься. И для Иоанна, и для Иисуса это вопрос совершенно очевидный. Вопрос только, кто должен от кого. И уж тем более, никто из них не задает друг другу вопроса, что такое крещение. Естественно, и Иоанну, и Иисусу, и всем жителям Иудеи, которые спускались, и фарисеям, и отчасти саддукеям, и грешникам, и праведникам, всем им был известен концепт омовения, или, как мы говорим, крещения. Поэтому тот, кто утверждает сегодня, что это что-то абсолютно новое, просто не понимает или не желает понимать того, что написано и в Ветхом Завете, и в Новом. И так Иоанн как бы говорит, это же я нуждаюсь в том, чтобы ты омыл меня, а ты приходишь ко мне. Романистическая традиция, давайте вернемся к началу, говорит нам о том, что самый уважаемый среди людей потомок Израиля, самое уважаемое в Израиле колено, это колено левитов, или леви. А в этом колене самые уважаемые священники. А самый уважаемый из священников есть Мессия. Так говорит еврейская традиция. Но стоящий перед Иоанном Иисус был таким образом больше Иоанна, даже по священническому статусу, хотя и не происходил из священников. И с этим, по всей видимости, связана попытка Иоанна возрастить Ишуа. Ишуа же, отвечая ему, сказал, пусти теперь, ведь так подобает нам соблюсти всю праведность. Омывшись, Иисус тут же поднимается от воды, и вот небеса стали как бы открыты на Него. И вот голос с небес говорящий, это и Сын Мой возлюбленный, в котором Я обрел благоволение. Параллель, которую мы читаем, конечно, в Писании, «Недорогой ли у меня сын Ефраим? Нелюбимое ли мое дитя?» И здесь Ефраим – это символ Израиля и Иисуса, который тоже в данном случае сопоставляется с Израилем. Медраж говорит нам, всякий великий в Израиле называется по имени Ефрема. Давид – сын человека из Ефрема. Ираваам – сын Наваата и Эфрацкого. Махлон и Кален – Эфрацкий. Мы видим, что слово «ефремский» или «ефрацкий» здесь приравнивается к «ефраму». Вот и Иешуа в этой связи тоже, естественно, считается как из «ефраем». Дух нисходит на Иисуса в форме голубя. Почему голубя? Мы говорили с вами, потому что еще в начале книги «Бытия» «Дух Божий носился над водой и как бы покрывает крыльями». Начиная с этого момента, Иисус без сомнения становится тем, который поведет народ Израиля. Мы задаемся себе вопросом, почему же Он все-таки это делает? Разве Он нуждался в покаянии? В том смысле, в котором нуждаемся в покаянии мы, Он не нуждался. Но Иисус предъявляет свою жизнь и дает право любому человеку, а в данном случае лучшему из тех, который когда-то был рожден женами, Иоанну удостоверить его чистоту. Иоанн как бы ставит свой знак качества, или на еврейце кашрута, на то, что тот, который идет вслед за ним, этот самый лучший. Иоанн отвечает перед народом и перед Господом Богом за то, что крещение к праведности, которое совершает Иисус, является самого высшего качества. Именно поэтому, когда сегодня пресвитеры, старейшины, пасторы совершают крещение кого-либо в имя Иисуса, я хочу, чтобы мы поняли все. Это не мы крестим людей, это люди крестят себя в учении Господа Бога, которое мы преподаем. И на нас лежит функция для того, чтобы сравнить учение и жизнь этих людей с учением Иисуса. И в этом состоит наша ответственность и наша печать. Мы не идем вместо этого человека в Царство Небесное, и вместо него точно так же не попадем в ад. Ибо каждый человек отвечает за себя. Но в данном случае на пресвитеров возложена огромная ответственность за то, чтобы отвечать перед Богом за истинность жизни и учение тех, кого они крестят во имя нашего Господа. Иоанн взял на себя эту ответственность. Вы скажете, задача у него была легкая, еще бы, как не крестить Господа Богом. Но в то же самое время на нем лежала ответственность представить этого Господа Бога, потому что Иоанн пользовался огромнейшей популярностью тогда у всего народа. И в известной степени, благодаря Иоанну, или тому слову, которое Бог верил в нему, народ стал веровать и Иисусу. Сегодня, 2000 лет спустя, стоя на той же самой реке, мы задаемся тем же самым вопросом. Мы, уверовавшие из тех, кто уверовали, крещенные из тех, кто крещены, и те, которых я предпочитаю называть не неверующими, а еще неверующими, которых я часто вижу здесь, на Иордании, в Израиле, которые иногда потехи радуют, иногда удовольствия, иногда в пылу религиозности крестятся второй, третий, пятый, восьмой раз, полагая, что вода, в которую они вступают, очищает их. Дорогие мои и возлюбленные, еще неверующие, я хочу вам сказать, что очищает нас только кровь нашего Господа Иисуса. И по вере нашей, во свидетельство миру, мы крестимся, омываемся для того, чтобы явить теперь и отныне в нашей жизни всю праведность нашего Господа. Да благословит Он вас здесь, в Израиле, на Иордане, и где бы вы ни жили, по всему лицу земли. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект «Молитва» и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинари». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok